Добрый день. В научной библиотеке в секторе литературы по дизайну открылась новая выставка «Художники – участники Великой Отечественной войны». Выставка, цель выставки – показать не просто образы художников и картины, которые они писали, но одновременно, и вот показать разные виды искусства – скульптура, цатира, политический плакат, рельефы, отдельные картины, станковая живопись и так далее. И поэтому мне хочется обратить ваше внимание на то, что, с одной стороны, это диалог народные художники СССР, сейчас Россия, Александр Диннеко, Павел Корин, затем Борис Ефимов в «Известиях карикатуры за полвека», фотоальбом «Семь великих побед и еще 42 подвига в Великой Отечественной войне». И как бы вот после вот этих вот больших, значительных явлений мы обращаемся конкретно уже к Тюменской региональной теме. У нас были художники, которые участники войны. Это, например, Остав Шруп, Александр Мурычев, Иван Котовщиков, Петр Токарев, Геннадий Ханжин, Вениамин Барышев и так далее. И мне хотелось обратить ваше внимание, что вот у нас здесь одновременно тема войны – это не только участники, которые рисовали и присутствовали на фронте, как, например, Мурычев, но одновременно это тема рефлексии. То есть мы видим, что Овчаров изобразил своего ветерана на фоне картины Дейнеки, вот сражения за Севастополь, да, битвы и вдовы. Мы видим памятники Николая Распопова, памятник десятиклассникам, мальчикам, которые сразу же после выпускного ушли на фронт, на войну. И, естественно, как бы здесь еще один момент. Мне казалось, что очень важно обратить внимание на такой альбом, как художественный исторический барельеф «Тюмень победителем». Вот это вот полотно от самого первого, от парада 7 ноября, парада «Победа Москвы» и кончая днем победы. И в пафос, конечно, вот этого рельефа, кроме того, что это очень талантливое, очень интересное по символике, по содержанию вещь, Сергей Титлинов ее сделал со своими коллегами. Обратите внимание, что в правом углу это как бы парад победы. И вот эти воины, которые выходили на парад и бросали к подножию мавзолея фашистские стандарты, штандарты, вот эти вот знамена, а над ними стоит мать. Вот это вот епестимия Степанова, она отдала войне девять сыновей, девять кровинушек ушли и ни один не вернулся. И как будто перед матерью русская армия, русский народ и русское государство склоняет свои знамена. То есть рассматривать эти книги интересно и необычно. И еще хочу обратить внимание на совершенно удивительную книгу нашего выдающегося журналиста, редактора газеты «Тюменский курьер» Рафаэля Гольдберга «В лабиринтах военных архивов. Неизвестная страница героя Великой Отечественной войны». Причем вот книга, он посвятил, книга посвящается неизвестным фотографам, что остановили время и сохранили облик молодых солдат Великой Отечественной войны. Я думаю, что вот эта небольшая выставка, она достаточно концептуальна, и в то же время она приглашает познакомьтесь с этими книгами, рассмотрите эти работы, почувствуйте, как великая война, великая трагедия отражается в изобразительном искусстве.